В любом случае надо получать урожай. Самое главное, что коллектив хороший. А все остальное мы, я думаю, сделаем. Очень много было приобретено новой техники. Задача поставлена очень высокая. Стараемся идти в ногу со временем. Хорошо, чтобы было все у нас. Более комфортные условия содержания для коров. Погода у нас баловала до самого последнего. Осталось уже убирать маленько и зарядили дожди. Вот вам сибирская пекинская утка. Отзывы хорошие. Покупателям очень нравится этот вид продукта. Золото. В новый сезон с новой техникой. Пришло время идти вперед. Это техника более прогрессивная. Техника умного земледелия, как ее называют. На ней больше функционал, больше возможностей. Не механизаторы, теперь операторы машин. Не экономить на питании и защите растений. В этом году будем вносить кассы. Три старые – это азотные удобрения. Будем вносить жидкие удобрения. Но уже более сложной формы для наших растений. Готовить уже более такие правильные и нужные блюда. Закупить больше семян высших репродукций, подготовиться к севу. Надеемся, чтобы были ровненькие, дружные, хорошие сходы. Это ранняя картошка. Что-то помельче убираем, делаем ровные семена. Завтра она будет у нас уже садиться. Искитимский район хорошо подошел к посевной кампании. Я думаю, что все графики и планы будут выполнены. И посевная будет произведена максимально быстро и в сроки. Вот сейчас засеем, потом посмотрим, что вырастет. И уборка покажет. Высокопроизводительная техника требует новых знаний. Впервые для механизаторов и трактористов района организовали образовательный семинар. Запуск комбайна начинается с заду наперед. Казалось, только отсеялись. А растения уже нужно кормить и защищать от сорняков и вредителей. Поставим культуру. Кормим, растим. Потом ребята выйдут на комбайнах. Будем ждать зернышки хорошо. У Искитимского района кажется безграничный потенциал. Когда находятся энтузиасты, то и новые культуры отвечают благодарностью. Фермер Сергей Митюков выращивает саженцы орехов. Морозоустойчивые. Грецкие, черные, пекан. Первый год-полтора его нужно защитить от солнца, от ветра. И особенно нужно защитить от вымерзания в зимний период. Вот эта ветрозащита приведет к тому, что она почти полностью будет заполнена снегом. Ее все обметет. И саженец гарантированно выживет полторы зимы. Потом он сам здесь объяснит всем вокруг, что он достойный выживания. В этом году грантовую поддержку областного минсельхоза на развитие семейной фермы в районе получили Фрол Якимов и Петр Горчак. У сосновского фермера самая крупная сумма. 30 миллионов рублей. Когда возникает такая возможность получить грант, я практически всегда готов к этому. Составляю бизнес-план, подаю заявку. Есть что показать. То, что уже сделано, создано. Есть идеи. Продолжает освоение ранее полученного гранта СОС Пятиян. Он закупил 71 метель сементальской породы. Весной планирует ввести в эксплуатацию модуль по переработке молока. Наталья Демченко в этом году полностью освоила средства позапрошлогоднего гранта. Построила коровник для беспривязного содержания животных. Запустила доильный зал елочка. Закупила нителей. Им вообще вот здесь комфортнее намного. Ассиминатор мой песни поет. Слава тебе, Господи. Я сейчас вижу охоту. Вчера уже смотрю, скачет со своим пистолетом трех коров ассиминать. То есть у нас рай полный сейчас. В районе продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта. Птицефабрика Улыбина готовится к выходу на полную мощность. Скоро будет запущена вторая линия инкубатория. Как с этого вот яичка, потом будет маленький, желтый, грозенький улыбок, который уже произойдет. И так можно подключить нашу. Птицефабрика подходит к концу. 20 птичников у нас уже в работе. И к Новому году мы запускаем еще 10 птичников. Это наш объем. В этом году птицефабрика более чем в два раза увеличивает объемы производства мяса утки. У нас появилась новая продукция. Это утка лайт с минимальным количеством жира до 8%. Если обычный утенок у нас до 20%, то это уже более генетическое 8%. Новосибирская птицефабрика за год произведет свыше 44 тысяч тонн мяса птицы. Продукция востребована за рубежом. Идет работа над расширением ассортимента. В этом году у нас появилась новая продукция. Это филе люкс, стрипсы, шницель. Изначально филе отбивается, массируется. Каждый продукт отличается своей панировкой. Отзывы хорошие. Покупателям очень нравится этот вид продукта. Агрофирма «Лебедевская» в этом году перерабатывает свыше 13 тысяч тонн молока. На выходе – большая продуктовая линейка. Одна из фишек – плавленый сыр. Готовим мы его из творога 9% с добавлением сливок. То есть это натуральный продукт. С добавлением вкусоароматических добавок. У нас три вида сыра – сливочный, бекон и грибы. Сыр эластичный, вкусный. Люди пробуют, людям нравится. Люди переходят на нашу продукцию. Лебедевцы по-прежнему лидеры в районе по удою на одну фуражную корову. На втором месте – предприятие «Алмаз», где большая часть скота находится на стационарном содержании. На летних выпасах – только молодняк. Они стельны уже, сейчас они сижены отпасутся и уже передадут вдоль них. А мы опять набираем других. Весна хорошая, трава хорошая. Душа поет. У нас на волю вышли. В Преображенском для дойного стада выстроили уже третий коровник для беспривязного содержания. Более комфортные условия содержания для коров. Два раза в день вычищаем навоз, два раза в день подоили, сходили. Все остальное время корова предоставлена сама себе. Обеспечить всех животных кормами – одна из важнейших и непростых задач этого сезона. Такой премьер достаточно хорошая масса зеленая, не переросший, на цвету. Урожай нынче дает о себе знать, как бы неплохо, благодаря, что погода есть. Дожди прошли, с одной стороны, хорошо. Если бы они не прошли, не было бы трав. Мы бы не набрали ни сена, ни сенажей. Но затянулось, конечно, в сроке созревания у нас оттянулись. Нам пришлось догонять. Пока шла заготовка сена и сенажа, подошло время уборки зерновых культур. Механизаторы и техника буквально на разрыв. Но урожайность радует аграриев. Средним по хозяйствам она выросла на 5 сантиметров с гектара. Хотя степную зону летом присушила. Все вложения не были напрасными. На этом поле были бурьяны в течение более 5 лет. Но сейчас пшеничка выросла. До 40 и более здесь, на этих полях. А на других полях будет еще повыше урожай. Радостно. Большой и хороший урожай у нас. Тяжелая пшеница. В этом году вообще отлично, хорошо. И урожай хороший. Вот видите какой. Победителям районных соревнований на уборке каждую неделю заслуженная награда. Поздравляю. На достигнутом не стоит. Сотрудничество района с аграрным университетом выручает хозяйство в осеннюю страду. Таких бы студентов, да на постоянную работу. В целом это мобильная бригада по устранению поломок. То есть они в поле едут, здесь на месте. Ну то есть я скажу, это очень хорошая помощь. Механизаторы уже как-то даже и привыкли. Немножко надо расслабляться, что ждут ребят. Практика, она есть практика. Пока своими руками не пощупаешь, не узнаешь. Вот, щупаем. Узнаем. Грандиозное сооружение стоимостью 70 миллионов рублей возвели в степном. Успели как раз к уборочной. Это исполнение данной мечты. Современный зерночистительный сушильный комплекс в хозяйстве. На нас уже не влияют никакие погодные условия и все вот эти внешние факты. Два человека здесь вполне будут справляться со всем объемом, которым раньше делали шесть человек. Мы все дотации, которые были обещаны на это оборудование, мы получили. Сейчас мы уже просто наслаждаемся работой данного комплекса. Я на той сушилке на старой, ну, 180 тонн пропускал за смену. На этой 500-600. Большое преимущество? Большое. Самая-самая, вот она, семенной цикл. Фотоэлементы. Компьютерная система. В основном урожай нынче намного лучше, чем в прошлый год был. Зерно само, когда берешь, оно прям чувствуется масло на руке, остается масляничное, оно как вода бежит. Хорошую погоду в сентябре сменили низкие температуры и большое количество осадков. До этого такой погоды как бы не было. Если маленько брызнет, постоишь какой час и опять молодишь. А это вот за последнее время, что погода так шибкая, безостановочные, дожди шли. Плохо. Расслабляет простой. Работа не делается, которая должна сейчас с каждым днем времени все меньше и меньше. На ту же вспашку зяби, уборку урожая. Надо все летние дела доделать, а это не получается. В сентябре такой погоды я за свою жизнь вообще не помню. Чтобы такая осень была, дожди, погоды нету. Две недели простояли. Люди поехали. Куда деваться будем? Суровать. Вот это поле, которое мы здесь стоим, тоже не меньше 30. Но в связи с влажностью, может быть, потери большие идут. Ну а ждать уже, я думаю, времени нет. Надо убирать. Убрано у нас где-то 50%. Нам надо где-то погожих на дней 15 хотя бы. Убирали влажность 27-28%. Ну куда это? Ну а куда денешься? Надо, иначе все под снег, под зиму пойдет. Комбайн ниже чем 5 сантиметров, 7. Вот он идет, видите, и отлезает. Все, колосок внизу остается. Все, это потери. Массовая уборка пшеницы и рапса увеличила время работы Евсинского комбината хлебопродуктов. Он перешел на круглосуточный режим. Обычно у нас только в день работаем, но сейчас на время заготовки работаем в три смены. Сушим и днем, и ночью сушим. Еще до сих пор мы принимаем зерно. Сорной зерна меньше, качество хорошее. Сложные погодные условия сказались на работе овощеводов. Да дожди, прошлый год мы по сухому все убрали. А нынче тянешь, не вытянешь. Желаемая урожайность оказалась ниже той, что планировали. Но картофель и овощи убраны полностью. Лебедевцы возделывают кукурузу на зерно. Это даст хозяйству прибавку по молоку. Для обмолота специально купили жадку. То, что купили, только попробовали. А нынче уже полноценно убираем. Почаску все это отделяет, а стебли в основном все вздробит. Там под них дом ножи много внимания заостряется на то, что именно точно надо попасть. Если в маленькую сторону ушел, значит, рядок полностью кукурузу провалил. Данное зерно у нас поступает с поля. В дальнейшем оно подвергается измельчению и с консервантом закладывается на длительное хранение на зиму. После чего оно будет добавляться в кормовые смеси для увеличения надоев молока. Комбайны встали на прикол. Аграрии района собрали свыше 150 тысяч тонн зерна при урожайности 24,6 центнеров с гектара. Это рекордный показатель за всю историю Искитимского района. Нам есть чем гордиться. Последние штрихи – вспашка зяби. Будущий хлеб закладывается здесь. И хорошо, когда новой с современной техникой. Она лучше плуга идет, паша. Можно на 35 сантиметров заглубить. Можно на 40 же ее заглубить. И по траве идет. Кровавочек капота даже трактора запахивает все. Чтобы получить хороший результат урожай, надо с осенью хорошо приготовить зиму. Это основа основы. Потом, чтобы хорошо весной отсеется. Завершен очередной полевой сезон. Земледельцы вложили в него все знания и опыт. Бессонные ночи, отчаяние и радость, всю душу. Но наступит следующая весна, и она бросит новые вызовы, которые снова будут приняты. Из года в год. Низкий поклон всем настоящим героям. Берегу деревню я в памяти своей. Хоть она и древняя, нет ее родней. Временем побитая, но душа живет. Всеми позабытая, верит нам и ждет. Эх, деревня деревенька, на пригороке три двора. Потихоньку, помаленьку, поднимать тебя пора. А потихоньку, помаленьку, все хорошее вернем. Эх, деревня деревенька, мы с тобой еще споем. Эх, деревня деревенька, мы с тобой еще споем. Верим, не потеряна тоненькая нить, нам судьбой доверено время изменить. Где тропинка узкая, сквозь бурьян идет, там деревня русская снова расцветет. Эх, деревня деревенька, на пригороке три двора. Потихоньку, помаленьку, поднимать тебя пора. Потихоньку, помаленьку, все хорошее вернем. Эх, деревня деревенька, мы с тобой еще споем. Эх, деревня деревенька, мы с тобой еще споем.